В средней школе я был настоящим ботаником. Я знаю, что многие из вас скажут, что я такими остался, но я считаю, что я стал немного лучше. Я застоял в оркестре, в кружке по математике, я был худым и не мог общаться с девушками, и у меня были очки, которые мне не шли. И в сегодняшнем видео, друзья, я представил, что могу вернуться в прошлое и дать себе пять советов, как круто выглядеть в очках. Что ж, вам нужны доказательства того, что я выглядел не очень? Ладно, вот фотографии перед вами. Это я, и посмотрите на эти очки. Я должен признать, мне они не нравились. Вот как я их получил. Моя мама купила самые дешевые, и несколько лет я носил эти очки. Я ненавидел их. Юно Антонио, я записал это видео для тебя. Первый совет. Будь уверенным. Владей своим видом. Пойми, что в очках ты выглядишь умнее. Очки привлекают внимание к глазам. В правильных очках тебе будут больше доверять. Множество хороших качеств связано с очками. Они не делают тебе хуже, как личность. Я признаю, когда я носил их, они не совсем мне нравились. У них было самое дешевое право. Я ничего не мог с ними поделать. И я просто их не любил. Они не подходили мне, и я не был уверенным. И вот, что бы я себе сказал. Прими то, что имеешь, и не стыдись носить эти очки. Второй совет. Найди правильную оправу для своего лица. И это то, чего я никогда не знал. Мы просто взяли самые дешевые. В армии они называются противозачаточные очки. Да, мы серьезно их так называли, потому что они уродливые. Они были толстые, одинакового размера для всех, без вариантов. Посмотрите на себя в зеркале. Поймите, что у вашего лица есть форма. Определите эту форму, а затем найдите правильную оправу, которая будет балансировать с вашим лицом. Для этого у меня есть инфографика. Ее вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Главное, определите форму вашего лица. И найдите... И найдите очки, подходящие вам. И бум! Эффект на лицо. Поймите, что одной форме лица подходят несколько оправ. И у вас есть хороший выбор. Третий совет. Я бы сказал себе построить машину времени, прибыть в будущее и купить очки онлайн. Ведь когда мы покупали мои очки, мы пошли в единственный магазин в Мидлэнде, в Техасе, который мог принять нашу страховку. А также мы потратили время на дорогу. Поэтому они дорого нам обошлись. Друзья, сейчас так много вариантов, если вы выбираете онлайн. А в некоторых случаях вы сэкономите до 70%. А в некоторых случаях вы сэкономите до 70%. Четвертый совет. Присмотрите себе несколько оправ. Ведь очки, это также и аксессуар. Заодно у вас будет еще и запаска. Зачастую люди постоянно пользуются одной оправой определенного цвета. И вот, на деле и все. У них только один экземпляр. Представьте, если вы решите купить две или три оправы, можете выбрать, как эти, красные или желтые. Имя этого мужчины Сэд Годин. И он носит потрясающие желтые и красные оправы. И мне это нравится. Большинство женщин пользуются этим, но мужчины также могут взять на вооружение. Особенно для креативной работы. Вы можете подобрать себе неполную оправу. Вам стоит попробовать. Так, эти немного малы. Может, даже выберите цветные. Смысл в том, что не стоит бояться. Вернитесь к первому пункту. Будьте уверены в себе. Пятый совет, который я сказал бы себе. Защити свои очки. Просто позаботьтесь о них. Приобретите кейс. Обычно мы про него забываем. Если вы не будете хранить их в кейсе, на очках появятся царапины. И у меня за пару месяцев появились царапины на линзах. Я так ходил два года. И царапины становились все больше. И я клянусь, я выбросил эти очки, потому что видеть через них уже было невозможно. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу прочитать ваши комментарии. Расскажите вашу историю. Нравятся ли вам очки? Может, у вас есть хорошая история, связанная с очками? Когда вы получили комплименты, выглядели умнее, лучше себя чувствовали. Мне нравится с вами общаться и учиться у вас. Субтитры сделал DimaTorzok